Не все торговые центры и магазины, которые должны находиться на вынужденных выходных, соблюдают установленный режим. Нарушители вместе с представителями администрации столицы выявляла наша съемочная группа. Обстановка вынуждает органы власти принимать оперативные меры. Если изначально работу разрешили только продовольственным магазинам и аптекам, то сейчас список расширили. Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в крупных торговых объектах внесены изменения в вышеназванный указ касательно привязки по пощадям. То есть можно реализовывать непродовольственные товары по перечню указа в тех торговых объектах, площадь которых не превышает 500 квадратных метров. И нами в настоящее время совместно с представителями управления Роспотребнадзора и правоохранительными органами проводится разъяснительная работа собственниками тех торговых объектов, которые подпадают под действие этих критерий. У тех, кому можно продолжать свою деятельность, есть соответствующее разрешение. Нам выдали вот такие штуки. Мы работаем в сотовой связи, поэтому мы можем работать. Прежде чем начать работать, позвонили по всем инстанциям. Можно ли нам работать? 15 раз спросили. Это, как называется, распечатка указа, который на сайте находится. Почему вы работаете? Нам сказали, выйдем. А вы маски продаете? Что-нибудь такое? Скажите, пожалуйста. На самом деле, наша работа согласована. То есть, у нас, во-первых, есть товары первой необходимости. Это медицинские маски, пожалуйста, и средства антисептики, которые очень нужны народу, спрашивают каждый день и покупают. То есть, народу необходимы средства для защиты себя от вирусной инфекции. Вот. И, насколько я знаю, постановление тоже разрешает работу нашего магазина. Этот строительный магазин под запрет как раз попадает. Площадь торгового зала превышает 500 квадратных метров. И в помещении собирается большое количество человек. Я думаю, вам будет задать вопрос лучше нашего руководителя. А вы что, можете по этому поводу сказать? Разве вам руководитель не сказал сидеть дома, к примеру? Да нет, почему? Я думаю, вам лучше переговорить с руководителем. Данные обо всех выявленных возможных нарушениях администрация передает в правоохранительные органы. Пандемия коронавируса уже нанесла и еще нанесет серьезный ущерб реальному сектору экономики. Предприниматели терпят убытки. Ну и в этом случае стоит помнить, что все-таки свое здоровье и окружающих важнее. Александр Соловьев, Валерий Юзюков, Республика.